Доброго здоровьица, уважаемые посетители моего канала! Что я так иногда рассказываю вам? Значит, если против меня, любимого, будут какие-то там, знаете, такие высказывания, которые я посчитаю не совсем мне нравятся, я этих людей просто-напросто удаляю. Поэтому как-то свои, значит, пожелания и комментарии вы как-то там обрабатываете соответствующим образом, чтобы это, знаете, было как бы по делу и без всяких там задеваний. Так, это так, к слову, к слову. Вот. А теперь, а теперь, вот, приступаем, можно так сказать, к основному. Я это называю. Круг замкнулся. Здравствуйте, Геннадий Петрович. Хочу рассказать, как проходит мое дыхание, очищающее полевую форму жизни. И я сразу же даю соответствующие комментарии. Начало с 10.01. Вообще, я хочу провести чистку кишечника, и перед этим стала очищать полевую форму жизни. Чистка кишечника, если вы ее никогда не делали, очень хорошая вещь, которая... Курс, надо. Клизм там 10 примерно, там через день и так далее. Они разные, все это описано. Здорово поднимают жизненный тонус организма. Общее впечатление хорошее, стало спокойнее, больше энергии, меньше унитающих депрессивных мыслей. Это от дыхания. Дыхание, очищающее полевую форму жизни. Я его недавно продемонстрировал. Там оно сейчас набирает наибольшее, так сказать, количество просмотров. То есть, это дыхание. Одно из его свойств – это накачать организм энергии. Вернее, это главное его свойство – накачать организм энергии. А все остальное, которые в феномене начинают происходить, они за счет того, что у вас стало энергии больше. Значит, видите, спокойнее, больше энергии, меньше унитающих депрессивных мыслей. Против депрессии уже столько говорил. Дышу по 25-30 минут практически каждый день, два раза в день. Отлично, отлично. Вот так и надо. С утра подышали. Подышали, допустим, во второй половине дня или перед сном. Отлично все. И лишь где-то в середине сеанса, а то и под конец, может что-то появляться. Значит, за счет того, что в организм набирается энергия, все несвойственное в энергетическом плане, что находится внутри человека, внутри его, так сказать, образования такого, сгущения. Если вообще рассматривать человека, он представляет собой сгущение. И в первую очередь это энергетическое сгущение, потому что все материальное, в конце концов, представляет что? Представляет энергию. Так вот это вот такое вот облачко мы представляем собой. Где-то она плотнее, где-то менее плотнее. И вот в этом облачке имеются разного рода раковины, которые нарушают структуру нашего полевой формы жизни. И от этого возникают разного рода проблемы. Два раза было небольшое покалывание в области почек. То есть за счет этого дыхания оно само позволяет вам, вернее, вас диагностировать. Что, где и как. Это один из лучших диагностов. Сначала в одном, потом в другой почке. После окончания дыхания побежала в туалет по маленькому. Ну нормально. Кстати, еще вот это вот дыхание способствует тому, что за счет увеличения циркуляторных процессов во всем организме, то есть энергии больше, она циркулирует. Вот эти все какие-то застойные явления, типа отеков, типа еще чего-то там, знаете, вот жидкость там у нас стоит, медленно движется. Мы даже-то не знаем, что у нас какое-то там, знаете, лишнее что-то там находится в виде там жидкости. Все это быстренько сбрасывается. И вообще для того, чтобы работал наш организм, ему надо больше энергии. И подали, и получили. Так, замерзаю, как будто холодок разливается по мне. Замерзаю. Это говорит о том, что во время дыхания, когда человек начинает это все делать, это говорит, значит, еще раз так, о том, что имеется патогенная или болезнетворная энергия холода. Где-то вы застыли. Это может быть в далеком-далеком детстве. Когда вы лежали еще в грудном виде, обмочились где-то там, пока у вас кто-то там пеленал, не пеленал, вы уже там застудили бочок или то, или еще, и так далее. То есть оттуда все это может быть, не говоря о том, что вы там где-то там бегали на танцы, часто сводит судорогой левую ногу в области бедра, в мышцах. Сведет и отпустит. Так много раз. Вот сведет и отпустит, это говорит о том, что там имеется энергетическая пробка. И как бы сказать, вот это сведение, 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 хочет пробиться через все это. То есть вот этот спазм, это говорит о том, что имеется энергетическая пробочка. Ну, будете дышать, все это пробьется, расслабится. Это же дыхание за счет того, что вы набираете энергию, оно позволяет вам расслабиться еще. Мы плохо вообще, современный человек расслабляется. Я вам ранее писала про мастопатию в левой груди. Пила соду. Вы рекомендовали пить ее месяца три. Ну да, так уж воздействовать. А не то, что там курсик какой-то сделали, и все на этом успокоилось. Нет. Так. А теперь. Потом чувствую, слизь перестала отходить. То есть это говорит о том, что, ну, будем говорить, частично, допустим, это мастопатия, или еще какие-то там неблагоприятные сгущения, будем говорить, в вашем организме. Сода, что могла, то и сделала. То есть слизь перестала отходить. Бросила пить. То есть сода сделала свое дело. Вот некоторые говорят, а вот сколько там голодать, чтобы вылечить вот ту-то болезнь. А вот сколько там надо пить соду, для того, чтобы от этого избавиться. А ваш организм там все и подсказывает. Все зависит от тяжести поражения организма. Для одного требуется неделя, грубо говоря, курса соды там. А для другого это ху-ху-ху-ху. И полгода будет мало. Значит, результат получен. Что дальше делать? Все. Решила попробовать тадикамп. То есть одно средство поработало, значит, все. Оно уже практически бесполезно. Свою работу оно выполнило. Теперь, правильно, надо переключаться на что-то другое, которое бы, знаете, начало добивать это все. Итак, ватный диск, смоченный тадикампом. Два раза прикладывало где-то на час на грудь. Правильно. Правильно. Надо так прикладывать, чтобы на коже не было ожога после керосина. Поэтому его керосинчик надо слегка разбавить маслицем растительным. Поэтому вот это все современные, как говорят, он очищен керосин, он очищен. Да вот чем сильнее очищен этот керосин, тем более он агрессивно жжет. А нам нужно мягкое воздействие. Мягенькое воздействие, которое как раз оказывал тот керосин далекий, которым пользовались наши бабушки. Боль прошла на следующий день. Видите, как хорошенько он работает. Раз. Керосин. Что такое керосин? Это летучая субстанция, которая легко и просто проходит в организм, во всей щелке идет. За счет своих запахов, за счет своих летучих свойств, за счет своих растворяющих свойств, в конце концов. Затвердение стало меньше, потому что поработало. То есть любое затвердение можно размягчить. Важно понимать, чем его размягчить. Иначе оно вот так прессуется. И потом его трудно взять. То есть ко всему надо подходить с головой. И один раз при дыхании немного закололо в этой груди. И через 1-2 секунды, во время дыхания закололо в этой груди. То есть энергетика сработала. Накопилось достаточное количество энергетики. И там, где вот эта вот как раз пробка была, преребка была, запоминайте, закололо. Это как раз и говорит о том, что дыхание сработало. Обнаружило вот этот, грубо говоря, кол. Заколол, то есть несвойственную организму, энергетику в области, допустим, левой груди. Показало это, закололо. А теперь важно. И через 1-2 секунды раздался такой громкий грохот, искрив двери в соседней комнате. То есть нечто отошло отсюда. Создался соответствующий душничок в организме. И это было вытеснено. И при своем уходе оно, значит, хлопнуло дверью. Еще раз так, значит, что тут громкий грохот, искрив двери в соседней комнате. Я подумала, что сын проснулся, открыла дверь и пошла посмотреть. Но он спал спокойно. И тут я поняла, произошел какой-то выплеск энергетический. То есть отошла некая паразитическая субстанция, которая это делала. Но, как говорится, не все так просто. Ой, не все так просто. На следующий день грудь стала еще более значительно мягче. Молодец. Когда люди с пониманием относятся к своему здоровью, к процессу, который они делают, и записывают. Потому что прослушали, там что-то было, и забыли благополучно. То есть, вот смотрите, вот как магнитное поле. Оно может эти самые железные стружки держать и будет твердым. Да? Мы видим вот эту твердую субстанцию, грубо говоря, этих железных стружек. Магнитное поле уменьшилось, стружки опали. Естественно, это все стало меньше. Вот примерно вот так это и происходит. Но опять-таки не все так просто. Уплотнение не было никогда таким мягким, но оно все равно еще и есть осталось. Не так-то просто все это убрать. Но тем не менее, у вас уже сложилось понимание, как с этим работать. Не ножом вырезать. Вырежем, выбросим. А энергетическая субстанция остается. Ну и что? И она новое сплетет. И последнее. При дыхании в левом боку начинает явно что-то или кто-то шевелиться. Похоже на шевеление плода на больших сроках беременности. Может это происходит из-за частого подергивания живота. Из-за частого подергивания живота. То есть, живот сам по себе что-то дергается? Его нечто дергает. Вот именно нечто дергает. То, что примерно похоже на плод на больших сроках беременности. Абортов намеренных не было. Но была замершая беременность. Удалили выскабливание. И вот смотрите, если это там замерло как-то что-то, что-то как-то, будем так говорить, то энергетическая часть плода, она может так же и остаться. Ну и что? Удалили вы материальную часть. А энергетическая так же продолжает развиваться внутри вашего организма. И достигает уже вот таких вот вещей. Об этом есть упоминание в литературе вообще, в литературных источниках и так далее, и так далее. Правда, кто этим интересуется, я лично интересовался. Поэтому я представляю. То есть, энергетическая часть плода, она и осталась. Ну, по крайней мере, я так думаю. На 90% я так примерно думаю. Вот. И, естественно, она, грубо говоря, все должно вовремя выходить. Ну, то есть, рождение и так далее. Все должно выходить вовремя. А здесь получается, что вот эта вот субстанция, ну, вроде она как чужеродная. И, естественно, она в полевой форме жизни дает искажение. Ну, читаем дальше. Потом это начало подниматься вверх, но остановилось, дальше не пошло. Однажды при обычной ходьбе шевеления было видно, визуальное видение, выпячивание, что это может быть. А вот это вот как раз и может быть вот это именно. И его надо вывести из организма. И были случаи, что некоторые женщины, они писали, что вот во время дыхания я переживала родовой процесс. Из меня вот это вот все выходило энергетическое. То есть, мы думаем, что если сделан аборт или еще что-то, или еще что-то, то всякое может быть, мир настолько удивительным и многообразен, что вот такие феномены сплошь и рядом. Просто на них не обращают внимания, думают о чем угодно, только не о том, о чем надо. Сначала думал о пищевой ком, но что-то не похоже на пищевой ком. Мне вообще чувствуется, что это что-то живое в виде червя огромного. Ну, Бульман говорит, вот если взять плод, он примерно вот, грубо говоря, и что-то такое напоминает. Получается, что у меня все находится на левой стороне. Небольшие узелки на щитовидной железе в левой доле. То есть, энергетика левой части организма, по-моему, искажена несвойственной или чужеродной энергетикой. Мастопатия в левой груди, шевеление в левом боку, ногу сводит левую при дыхании, киста в левом яичнике. Хотела начать чистку кишечника, не зная, какие клизмы выбрать. Затем попробовать чистить печень. Так какие выберете, такие выберете. Главное, подготовить соответствующую воду, чтобы она была не хлорированная. Лучше всего, конечно, уриновые клизмы. Это ваша вода, там, подготовьтесь, насобирайте и вперед. Если урина, допустим, ну, грубо говоря, запах появляется в ней, то есть старая она, вы ее можете прокипятить и использовать. Ну, а так, хорошую, там, допустим, дистиллированную воду или питьевую воду добавляете, там, на 2 литра, на столовую ложку соли и вперед делаете. Цикл где-то 10 примерно клизм. Опять-таки, все зависит от вашего организма. Это вот такая средняя рекомендация. Посоветуйте, пожалуйста, посоветовал, да? Молочно-масляной для смягчения и улажнения или обычной водой. Это молочно-масляной для смягчения и улажнения. Ну, если у вас там что-то сухо бывает и трещины часто бывают, там, в ванусе, ну, можете там через, там, грубо говоря, через день, через три поделать. Но это не очистительная клизма. Это вот именно для того, чтобы просто смягчить там организм. И особенно прямую кишку. Вот, обычная вода подсоленной клизмы с уриной. Ну, вот лучше всего клизма с уриной. Нет, значит, это для промывания дальше идет питьевая вода с солью. Или вообще без клизм с сеной. А вот с сеной не надо. Сено заставляет ваш организм, чу-чу-чу-чук, будем говорить, подвергает ваш организм стрессовой реакции. А раз она подвигает стрессовой реакции, и плюс воздействует вот так вот неблагоприятно на слизистую, потому что все эти вот слабительные средства, они так или иначе воздействуют на слизистую толстого кишечника для того, чтобы он опорожнялся, они подсушивают и, в конце концов, кишечник перестает работать. А вот если вы с уриной будете делать очистительные клизмы, то здесь вода будет именно ваша, соли, моли и прочее, прочее, прочее. То есть никаких каких-то отрицательных явлений вы не почувствуете. С водой, даже с водой питьевой и с солью могут быть там. А с уриной, как правило, очень практически не бывает. Ну, единственное, на выходе анус там может это слегка подсушить. Да и то, но вряд ли. Конституция ветер. Вес 49-50 килограмм. Рост 157. Смотрите, конституция ветер, значит, что тогда лучше одновременно с клизмаянием. Клизмочка должна быть теплая обязательно. Не горячая, а теплая. Принимайте душ теплый или ванны, лучше прогревающие, хотя бы через день вот в это время. Очень хорошо. И что еще? И втирайте в тело оливковая масса. Это как раз ваши процедуры для того, чтобы вы были в прекрасном состоянии, здоровье и расположении духа. Чтобы еще сильнее не сбросить вес и не сделать хуже. Я сказал так. Стул мягкий, отлично, оформленный, великолепно, великолепно. Видите, вот понимание. Вот современная медицина, она не знает, а как сделать стул вот таким, чтобы он был. Некоторые говорят, да, надо воды там больше пить, надо еще там что-то делать, надо еще там что-то делать. И кому-то эта рекомендация может помогать. Но лицам светлой на конституцию дулю смаком. Им надо делать совсем другим. Короче, не смогла написать, кажется, что все подробности важны. С уважением. С уважением. Молодец. Вот так и надо. Подробности, то, что вас зацепило, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, видите, проблема, оказывается, надо вывести вот эту вот энергию, которая оказалась чужеродной. Возможно, плод развивался, и вот это все замерло, он там и остался. Ну и что там, и дальше развивается. То есть, энергетическая часть развилась и осталась, и использует, и использует материнский организм уже в качестве энергетического донора. Это ж непорядок, непорядок. Надо вывести, надо вывести. Вот это первый случай, первый случай. В очередь я благодарю вас за то, что вы откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала. И всегда оценивайте мои видосики. Если они вам понравились, а тем более приносят пользу, проявляете благотворительность. А если нет, я схалтую, значит, дульку с маком.